И всем привет, ребят! С вами Сорваник. Я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим рейтингам. Давным-давно у нас не было видосов, посвященных им. И если вам нравится подобная рубрика и вообще в целом обзоры наших замечательных рейтингов, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, ну и конечно же подписываться на канал. Сегодня у нас есть определенный повод для записи видоса, посвященный рейтингам. На своих экранах вы уже видите игрока с ником ASSA01. И он уже преодолел черту 600-й легенды. Я, конечно, упустил этот моментик. Немножко непристально в последнее время следил как раз-таки за рейтингами. Ну и могу поздравить его с этим достижением, потому что это второй игрок, который сумел дойти до 600-й легенды. И отставание его по легендам от Бориса на сегодняшний день это ровно 50 легенд. Ровно столько же, сколько было у нас с момента последнего видоса, когда я записывал видос с Борисом, когда он как раз-таки получил 600-ю легенду. Ну и гонка легенд продолжается между двумя этими игроками. Они идут, можно так сказать, бок о бок. Очень ровно, очень близко. И продолжают погоню за какими-то безумнейшими цифрами. 50 легенд кажется не таким большим отставанием, но на протяжении уже месяца, может быть даже больше, я не помню, когда выходил этот видос, когда Борис получал 600-ю легенду. Игроки продолжают стабильно набивать большое количество опыта. И если сравнивать предыдущую неделю, то Борис даже сумел практически на 200 тысяч набить больше. Это только исходя из рейтинга. Если исходить из звания и опыта, то там даже будет больше. То есть это где-то на полторы легенды за последнюю неделю он набил больше. Это значит, что Асса имел уже даже меньший отрыв по легенде. Но на этой неделе пока что ребята идут очень-очень близко. 130 тысяч на 124. И продолжают, продолжают лететь за 700-й, 800-й, 900-й, а может быть даже и 1000-й легенде в будущем. Не знаю, честно, сколько Борис поднял легенд уже за этот год. Но что-то мне подсказывает, что это уже больше 200. Может быть даже ближе к 300 легендам. Сейчас, конечно, их получать намного-намного проще. И этим как раз-таки данные игроки пользуются и летят с безумно большой скоростью. Если сравнить то количество легенд, которые имеют они и игрока, который по крайней мере Бату, который есть у нас в Дискорде, который показывает как раз-таки топ легенд, если верить ему, то сейчас именно Миша Иммортал занимает третью строчку со своей 381-й легендой. Но что-то мне подсказывает, что есть как минимум еще один человек, у которого легенда больше, но его профиль скрыт. Это Тёма. Может быть даже кто-то еще есть со скрытым профилем, у кого легенда будет выше. Но вы просто представьте, если, например, даже у Тёмы 400 легенда, будем где-то около этого иметь в виду, то у Ассы 612, то есть это на 200 легенд больше, а у Бориса 662, то есть это на 250 легенд больше. Вы представляете, насколько дико и жестко эти два игрока, во-первых, играют много, и насколько они заинтересованы в том, чтобы набивать такое большое безумное количество опыта еженедельно, ежедневно. Это же жесть, просто жесть. Такие цифры. Я в шоке. Надеюсь, что уже в скором будущем мы запишем видос и запечатлим момент, как Борис забирает 700 легенду, Асса все так же не отстает от него и летит по этим цифрам. Ну и я, как человек, который заинтересован в как раз-таки подобных рейтингах, буду продолжать фиксировать интересные цифры, ну и рейтинги, по крайней мере, данных двух игроков в нашей игре. Возможно, у вас есть какие-то еще интересные игроки, которые также набивают безумно большое количество опыта. Мне было бы очень интересно, если бы вы как раз-таки написали по поводу них. Ну а что касаемо Ассы и Бориса, я смотрю на их профили. Я смотрю, что здесь особо сильно ничего не поменялось. Все так же, примерно на тех же вооружениях, играют игроки. Ассу я относительно недавно встречал, он все так же был заинтересован в игре на Смоке, на Скорпионе, Арес. Арес, ну и, наверное, лучший корпус. А вот что касаемо Бориса, то его я встречал, наверное, месяц, может быть, назад. Но в последнее время как-то он мне особо не попадался. Если попадался, то выходил. Я даже не видел, на чем он играл. Да, и он в то время играл на Изиде с Вампиризмом и с Викингом. Это была его такая интересная комбина. Но я думаю, что и Магнума он не забывает выкатывать. И на нем продолжает играть и нагибать. Ну а что касаемо Миши, здесь, наверное, говорить нечего. В последнее время у него не так много возможностей играть. Но все так же этот игрок занимает очень высокую строчку с точки зрения набитых легенд в нашей замечательной игре. Пишите, что вы думаете по поводу этих двух, а может даже трех молодых людей, которые были представлены сегодня в нашем рейтинговом видосе. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Он хоть и не такой длинный, но запечатлеть как минимум эту всю ситуацию я обязательно должен был. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится у нас в настройках нашей игры. В аккаунте кемо, лично так, это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем иначе и всем пока. Пока.